Вот бы было здорово получать лучше от обоих миров, а именно матовую текстуру помады, ее стойкость, но при этом отличное увлажнение. Я вижу, что на косметическом рынке этот вопрос достаточно актуальный, потому что столько лет держится матовая помада в тренде, но в то же время каждый пытается сделать ее более комфортной, потому что основная претензия к матовым помадам это то, что они сушат губы. И сегодня я хочу показать вам новинку от Bourjois, это их новая серия Rouge Velvet, у меня есть три оттенка этой помады. И Bourjois нам здесь обещают, что они соединили высокую плотность пигмента, и при этом в составе есть эфирные масла, которые хорошо увлажняют губы на протяжении носки. Сегодня я хочу показать вам все три оттенка, которые у меня есть в нанесении, то есть все я буду наносить себе на губы. Также протестируем стойкость этой помады, и в конце я вам покажу еще максимально близкие аналоги к этой помаде, которая у меня только есть в коллекции. Поэтому давайте приступать. Что касается самой помады, то это в принципе достаточно стандартная упаковка для Bourjois, такой вот пластиковый кейс, очень симпатично выглядит. Единственное, здесь немножко более необычная форма этой помады, она такая как в форме капельки, или скорее даже в форме яйца, наверное. Я попробовала эту помаду, то есть это уже не первые впечатления, все оттенки я попробовала. Действительно удобно пользоваться вот такой вот формой помады, особенно вырисовывать контур, и если нужна где-то максимальная четкость, то вот вы просто переворачиваете вот этим кончиком, и проходитесь по контуру ваших губ. Стоят эти помады 224 гривны, это приблизительно 8 долларов, естественно, так как это Bourjois, здесь мы не ожидаем каких-то космических цен, и я считаю, что эта стоимость более чем оправданная. Текстура помады действительно необычная, потому что она очень скользящая. Вот я вот именно в матовой формуле не нашла аналогов у себя в коллекции, я нашла то, что похоже уже в финальном нанесении, но вот именно такие скользящие текстуры, то есть вот буквально, я не знаю, она действительно как гелевая скользит по руке, и в один слой уже идет плотное нанесение цвета, вот буквально в одну сторону только я прохожусь, и уже очень плотное нанесение цвета идет. Давайте теперь попробуем это на губах, и здесь у меня оттенок, который я вам уже демонстрирую, это оттенок номер 2, называется этот оттенок Fleming Rose. На губах у меня сейчас карандаш от Colourpop в оттенке All Snap. Этот оттенок не совсем такой, как его представляешь, особенно если смотришь просто на упаковку или где-то в интернет-магазине покупаешь. Я когда смотрела на номер 2, мне казалось, что эта помада должна быть очень такой вот няшной, очень нежным таким розовым нюдом, но на самом деле она такая цвета, наверное, чайные розы, и однозначно этот оттенок холодный, то есть в нем просматривается вот такой вот какой-то лиловый подтон, так что небольшое вам такое предупреждение, особенно если вы будете заказывать эту помаду в интернете, то не ожидайте нюд, это скорее такой вот хороший оттенок розы, зимний такой вот розы, может быть слегка увядшие розы, вот такой вот этот оттенок, но никак не нюд. И как видите, помада уже превратилась на моих губах в матовую, как видите, на губах она у меня абсолютно никак не бликует, то есть это полностью матовая помада, по ощущениям такое впечатление, что я взяла, накрасила обычную такую классическую помаду, а потом слегка ее припудрила. В принципе, комфортно, губы не пересушивают, нет ощущения, что я нанесла какую-то такую сушащую матовую помаду себе на губы. Давайте теперь пробовать другой оттенок. Следующий оттенок очень опасный, поэтому я сразу сделала контур карандашом. Это оттенок номер 10, он называется Magnifique. С такими оттенками сразу становишься экстра благодарным за вот такое вот точное нанесение, и здесь как раз-таки эта форма просто чуть ли не критичная, потому что вот именно вот этим кончиком очень удобно потом проходиться по контуру и где-то исправлять какие-то недостатки, потому что такие оттенки не прощают ошибок, это 100%. Что меня впечатляет в этой помаде, это то, что она абсолютно не плешивая, то есть цвет очень ровно ложится на губы, и вы видите, в принципе, абсолютно никаких проблем с ней не было, и выглядит она хорошо. И если в кремовых помадах, таких более классических, я бы побоялась вот такой вот цвет наносить на губы, то в принципе с этой помадой у меня нет какой-то дикой паники, что у меня это все всползет куда-то, потрескается в какие-то морщинки, и будет в целом выглядеть отвратительно. На закуску я оставила любимый оттенок этой помады, это оттенок номер 6, который называется Abracadabra. Этот оттенок мне нравится больше всего, это такой вот как тыквенно-оранжевый оттенок, очень освежающий он смотрится на лице и в принципе хорошо сочетается с любыми теплыми макияжами. Что касается заявленных характеристик, то на сайте я вижу следующее. Благодаря гибридной формуле, которая содержит увлажняющий комплекс и идеальный баланс между высокой плотностью пигмента и эфирными маслами, ей удается примирить непримиримое. Жидкая помада Rouge Velvet трансформирует абсолютно матовое покрытие, бархатистую нежную текстуру, и непредвзойденный комфорт в невероятно легкую помаду Rouge Velvet. Здесь в принципе с этим я могу согласиться. Используйте помаду с утра и испытывайте ее непрерывно в течение дня. Болтайте по телефону, смейтесь, кусайте яблоко, пейте шампанское, целуйтесь. Помада будет держаться на губах очень долго. Хмм... Как видите, помада все еще у меня на губах, то есть она действительно стойкая. Единственное, мне, конечно, берут сомнения, что она может продержаться до 24 часов, но здесь, конечно, все зависит от того, как вы носите помаду и что вы будете при этом делать. Если целый день вы будете только гонять по каким-то деловым встречам или сидеть в офисе, при этом особо ничего не кушать там жирного или что-то такое, что сложно съесть с такими помадами, например, там бургер какой-нибудь, а потом просто придете с этой помадой и ляжете спать, может быть, она и продержится 24 часа, но мне кажется, что мало кто будет на самом деле это даже проверять. И здесь, кстати, зеленый чай, чтобы никто ничего лишнего не подумал. Что касается аналогов, то у меня здесь только один более-менее такой вот хороший аналог, это помады от Mary Kay, это их гелевые помады, у меня оттенки это Sunset Peach и Always Apricot. Эти помады абсолютно не похожи в нанесении, потому что они сразу более сухие, более такие как матовые по текстуре, но при этом, когда они уже застывают на губах, они приблизительно вот так же ощущаются, тоже они из такой более кремовой формулы, превращаются в более матовую. И вот это максимально, наверное, близко из того, что у меня есть в моей коллекции. Также у меня есть помада от Nes Cosmetics, она из вельветовой формулы. Опять-таки, на губах она ощущается аналогично, то есть один в один тоже вот такой вот, как припудренная немножко помада ощущается, но при этом это жидкая формула. И что касается цен, то Nes Cosmetics это профессиональная марка, здесь цена, по-моему, около 23 долларов. Что касается помад от Mary Kay, они тоже дороже, они стоят в районе, по-моему, 13 долларов. Ну что ж, если быстро подвести итоги, то в целом я этими помадами осталась довольна. Не могу сказать, что они прям как маселка ощущаются на губах и прям безупречно комфортно их носить. Немножко подсушивающий эффект все-таки в них присутствует, потому что, когда она трансформируется в матовую, есть очень четкое ощущение вот таких вот, как припудренных губ. Тем не менее, я буржуа обожаю, я очень много люблю в этой марке, и им всегда удается сделать что-то очень качественное и при этом за бюджетные деньги. Поэтому, если вы хотите поэкспериментировать с какой-то матовой помадой, но не хотите именно жидкую матовую помаду, то, как вариант, можете присмотреться к этой. На этом у меня все, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и также можете продолжить общение со мной, ну как общение, просмотр моих видео можете продолжить. Я вам здесь оставлю какие-то тоже интересные видосики, обязательно их посмотрите, ну либо увидимся с вами уже в следующем моем новом видео.